Богу нравится, когда мы не знаем, что будет, и верим, что Он ведет нас. Богу нравится наше доверие Ему. Господь Бог подготавливал вас всю жизнь для нового сезона. Бог готовит вас для чего-то нового. Я Пол. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Лучшие дни впереди. Вы победитель, потому что в вас живет Иисус. Когда я окончил школу, я радовался и нервничал, проверяя, в порядке ли моя одежда выпускника. Я думал о том, что мне делать. Все спрашивали меня, чем ты займешься? Ты поступишь в колледж? Я не знал. Я не знал, что мне делать. Мне давали советы. Я разочаровался, потому что мне задавали эти вопросы. Дело в том, что давление помогает понять следующий период жизни. Следующую главу. Откройте вторую главу третьей книги царств. Перекинуть кисточку. На шапке — это как перевернуть страницу в книге. Начало сезона. Царь Давид собирается вступить в новый сезон жизни. Скоро он перейдет с земли в небеса. Отсюда он сделает шаг в вечность. Приблизилось время умереть Давиду. Он произнес последнюю речь, адресовав ее своему сыну и преемнику Соломону. Он ввел его в дом и сказал, «Сынок, вот я отхожу в путь своей земли. Завтра ты увидишь, как я умру». Давид знал, что он умрет скоро. Я завершаю земной путь, а ты вступаешь во взрослую жизнь. Ты был мальчиком, и ты увидел, как я правил. Теперь ты станешь царем, ты перестанешь быть принцем и учеником, и теперь тебе пора стать руководителем организации. Ты станешь царем. Он говорит, «Будь тверд и веди себя как мужчина». Парень сказал, «Я мужчина». Почему ты так сказал? «Я мужчина». Ты был мальчиком. Пришло время стать мужчиной. Миру нужны настоящие мужчины. В мире мужчины задаются вопросом, «А может быть, я женщина?» Давид сказал, «Миру нужен царь, который знает, кто он, и поступает как мужчина». Он джентльмен. Он смел. Он силен. Он мудр. Давид сказал, «Царство нуждается в твоем характере». Он сказал, «И храни завет Бога твоего, ходя путями его». Если бы меня спросили о успехе, то я задал бы встречный вопрос, «Что такое успех?» В понимании мира успех — это новый автомобиль, особняк, крутая работа. Это работа, которая впечатляет тех, кто тебя окружает. Для Бога это не имеет значения. Бога не впечатлишь размерами дома или новенькой машиной. Ты не впечатлишь Бога размером зарплаты. Бога заботит твое сердце. Для Бога успех — это послушание Ему. Вернись к настоящему смыслу успеха. В противном случае, ты так и не поймешь, что такое успех. Успех — это не грузовик с долларами, это послушание Богу. Давид сказал это сыну. Слушайся Бога. Если ты будешь послушан Ему, то ты будешь процветать. Ты добьешься успеха. Во многих областях у нас сложилось неверное представление об успехе. Я сидел в аудитории после окончания университета. Рынок жилья обвалился, и людям было сложно найти работу. Ребята и я думали, чем заняться. Люди составляли планы и мечтали, я считал, успех — это проекты, которые впечатляют христиан. Мои успехи удивят пастора и папу с мамой. Спасибо Богу за то, что он раскрыл мне глаза. Настоящий успех — это послушание Ему. Бог призвал вас заботиться о детях дома. Вы сотрудник кофейной фирмы, вы трудитесь в церкви, и так слушаетесь Иисуса Христа, и не пытайтесь впечатлить людей, иначе вы не исполните призвание от Господа. Я ходил по сцене и смотрел на диплом. Я окончил школу и думал, чем я буду заниматься. Я думал, может быть, мне надо поступить в колледж. Для меня это стало приключением. Я сидел с парнями, с которыми я играл музыку. Наша группа называлась «Анвойд». Мы были высокого мнения о себе. Я подогревал нашу самоуверенность, говоря, мы хорошо играем, моя мама любит нас, нам нужно устроить музыкальный тур. У нас нет работы. Мы начали тур в 2008 году. Наша группа поехала в тур. Мы играли перед аудиториями в 20 или 30 человек. Но мы слушались Господа, потому что Он призвал нас поехать в тур. Мы молились. Об этом и считали, что это наш долг. Мы почти ничего не заработали. Итак, мы вели поклонение, поя песни с подростками. Когда мы делали это, со мной заговорил Господь. Он сказал мне это, рассчитывая на то, что Его слова удивят меня. На следующей неделе мне позвонила сестра. Мы едем в Китай. У нас есть вакансия в церкви. Ты можешь служить в колледже. Ты служил там, как лидер в хоре. Предлагаем тебе стать пастором в колледже. Я молился об этом. Господь сказал, для тебя это станет одним из многих сюрпризов. Я начал служить там. Господь, Бог готовил меня к этому. Хочу сказать вам одно. Бог готовит вас всю жизнь для нового сезона. То, что происходит с вами, это подготовка к будущему. И я не подозревал о служении в колледже. Я был готов к сюрпризам. Читая истории Библии, мы видим, ее герои не знали своего будущего. Они знали, что все в руках Бога. Авраам не знал, куда он идет. Он знал, что Бог поручил ему дело. Иосифу приснился сон. Он не знал, как он сбудется. Он не знал, что этот сон приведет его в рабство в Египте. Давиду приснилось, что он станет царем. Но он не знал, что ему придется 16 лет убегать от Саула. Они не знали будущего, но они доверяли Богу. Богу нравится, когда святые живут, не зная, что будет. И при этом верят, что Бог ведет их. Господу Богу нравится, когда мы доверяем Ему. Вы вступаете в неизвестность. Это так. Вы не знаете, что будет. Я не знал, что будет со мной, когда я стал пастором. Через год умер отец. Неожиданно мне пришлось стать пастором. Мы не знаем, что станет в будущем году. И даже на следующей неделе. Но Бог всевластен. Представьте себе, что вы отправляетесь в путешествие с рюкзаком. Он есть у выпускников. Итак, я не ношу с собой портфель, поэтому везде, где я бываю, я хожу с рюкзаком. Время от времени охранники проверяют мой рюкзак. Вопрос. Что лежит в твоем рюкзаке? Что ты положишь в него для следующего сезона? Твою жизнь в следующем сезоне определит то, что там есть. Кто-то берет с собой раны, обиды, стыд и сожаление. Лучше бы я не сделал и не говорил это. «Как я хочу изменить это?» Это невозможно. Вынь из рюкзака сожаления и стыд. Положи туда то, что поможет тебе в пути. Твой рюкзак определяет тебя. Он поможет тебе в будущем. И то, что лежит внутри, обязательно пригодится тебе в будущем. Нужно помнить об этом и никогда не забывать о том, что у тебя лежит в рюкзаке. Пусть люди увидят радость на вашем лице. Если радость Господа это твоя сила, то начни улыбаться людям. Каждый день принимай решение держать чувства в узде. Не живи в депрессии, не злись и не переживай. Эти 10 вещей пригодятся в новом сезоне. Возьми с собой радость, веселись и наслаждайся жизнью. Бог сотворил нас не для прозябания, но для радости. Филиппийцам Павел говорит, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Мир полон стресса, тревог и злости. Люди взвинчены. Я выбираю радость. Я не жду, пока кто-то обрадует меня. Каждый день берите с собой радость. Это важно. Каждую неделю мы проводим дома вечеринку. Мы включаем старый добрый DC Talk. Кто в нашем доме? Иисус. Кто в нашем доме? Иисус. Мы танцуем дома. Мы смеемся. Нам очень важно радоваться. Не относись к себе слишком серьезно. Мудрый экклесиаст сказал нам, советую тебе веселиться чаще. Жизнь слишком коротка, чтобы все время злиться и нервничать. Ты пришел в церковь, ты готов сцепиться с братом, и поэтому даже не смотришь на него. Вы разозлились. Люди мерятся в кафе нашей церкви. Слава Богу за то, что супруги приносят свои дрязги в церковь. Это нормально, когда у тебя не все хорошо. однако, когда ты ссоришься с кем-то каждую неделю, злишься, это ненормально. Некоторые из вас изобразили на лице спокойствие и умиротворение. Вы говорите, я верю в тебя, я верю в тебя, Бог творящий чудеса. Начните радоваться. пусть люди увидят радость на вашем лице. Если радость Господа это твоя сила, то начни улыбаться людям. В одном псалме сказано, «В сей день сотворил Господь». Возрадуемся и возвеселимся. Если вы трудитесь в кофейне, готовите соус для барбекю или служите пастором, то примите решение радоваться в Боге. Я говорю это себе каждый день. Если вы поссорились с своим супругом, то мы понимаем это. Каждый день принимай решение держать чувство в узде. Не живи в депрессии, не злитесь и не переживайте. Возьмите радость в дорогу. Скажи радость. Возьми с собой радость. Возьми с собой прощение. Возьми его. Люди будут обижать тебя. Вы не хотите, чтобы я говорил об этом? Но это так. Люди это люди. Они будут разочаровывать вас. Вы будете вкладываться в людей, которые не ответят взаимностью. Когда мы изо всех сил стараемся проявлять любовь и помогать, а в ответ не слышим благодарности, нам больно. Люди предадут вас. Если у Христа был Иуда, то почему не предадут тебя? Люди будут причинять вам боль. Если вы не возьмете в рюкзак прощения, то вы положите туда камни обиды, враждебности и мести. То, что вы возьмете в следующий сезон, повлияет на него. Важно ли прощать? Сезон будет успешным, если вы простите. Простите себя и людей, обидевших вас. Отец готовился к служению. Он молодой пастор, попросил совета у консультанта. Папа открыл тетрадь, взял ручку и подготовился записывать. Он превратился в слух. Ты готов услышать совет? Да. Если ты не будешь обижаться, то ты достигнешь успеха. Что еще? Ничего. Успех зависит от этого. Папа сказал, и это все? И это все? Что вы посоветуете? Да, Билли Джо. Люди будут обижаться на тебя и покинуть тебя. Будут дни, когда тебе захочется обозлиться и выплеснуть весь гнев на них. Ты захочешь обидеться на семью. Отец Давида забыл о нем, а тесть хотел убить его. У нас есть такие родственники. Я не планировал это говорить. Возможно, никто не преследует вас, как Саул. Но есть люди, которые обходятся с вами плохо. Эксперт сказал отцу, «Храни сердце, потому что если ты впустишь в него обиду, то однажды ты сдашься, ты не захочешь вернуться в церковь. Итак, не пускай обиды в сердце и прощай каждый день. Я сниму шапку. Кто из вас сейчас нуждается в Божьей милости? Вы согрешили? Вы не знаете, как сильно меня обидели? Однажды вы умрете и вам понадобится прощение от Бога. Простите обидчика. Итак, правильное отношение. Отношение определяет ваш прогресс и успех в будущем. Господь дал нам выбор, как нам относиться. И так мы можем относиться к людям с неприязнью или даже радоваться их присутствию. Я ответственен за мое отношение. Отношение это взгляд на жизнь. Это то, как мы смотрим на людей и на события. Это наш отклик на события. Отношение это не то, что происходит с вами. Это выбор. Можно выбрать относиться позитивно к плохим обстоятельствам. Можно быть выше их. Кто-то видит мир только в темных и мрачных тонах. Допустим, есть вероятность в 70% о том, что будет светить солнце. Синоптик говорит о 70% вероятности того, что будет солнечно. Мы думаем о 30% вероятности выпадения осадков. Синоптик сказал лишь о 30%. Почему мы не думаем о 70%? Почему мы думаем только о плохом? На этой неделе прогнозировали 10% вероятности торнадо. Ты живешь в Оклахоме? Здесь всегда эти 10%. Добро пожаловать в Оклахому. Я верю в то, что если у вас будет позитивное отношение, то у вас будет отличный день. Сходите к своему супервайзеру и поблагодарите его. Вы говорите, что он не заслужил такого отношения. Я признателен людям не потому, что они заработали мое спасибо, но потому, что я благодарный человек. Даже если со мной не считаются, я все равно буду благодарить. У тебя должно быть желание развиваться. ты закончил школу или вуз, но это не значит, что обучение закончилось. Ребята, продолжайте развиваться. Продолжайте читать Библию. Ты закончил читать Писание по плану? Ты молодец, но читай ее снова. Купи новую книгу или запишись на новый курс. Продолжай учиться и расти. я буду учиться, пока я жив. Когда я перестану учиться, я перестану жить. Бог сказал, блаженны алчащие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Счастливы те, кто испытывают духовный голод и не закоснели в религиозных правилах. Блаженны те, кто приходят в церковь с блокнотом и ручкой и говорят, я жажду учиться, я хочу знать Бога. Благословенны те, у кого закончился сезон жизни, но они не перестали учиться. Они продолжают опираться на Христа. Они говорят, я хочу учиться, я хочу двигаться вперед и влиять. Возьми с собой стойкость. жизнь полна неприятностей и полна болезненных моментов. Хор, пройдите сюда, помогите мне, пожалуйста. Важно быть стойким. Я прочел значение слова стойкость. В словаре я нашел примеры стойких людей. Для меня синоним стойкости является мама. отец умер и мама перенесла эту утрату со стойкостью. Она была пастором пять лет. Если вы хотите добиться успеха, то научитесь быть стойкими и твердыми. Вам понадобится непреклонность. Тогда вы скажете, я хочу идти вперед. Вот что сказал апостол Павел в третьей главе послания филиппийцам. Говорю так, не потому что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Павел, конечно же, мог жить, сожалея о прошлом. Он мог сдаться, он грешил, он убил много христиан, это было до покаяния, а теперь он с Богом и он готов учиться. Я стремлюсь к цели, которую Бог поставил перед нами. Продолжай идти вперед. Будь целеустремленным. В каждом сезоне у тебя есть цель, независимо от твоей позиции и должности. У тебя есть цель. В Евангелии Иисус сказал, вы соль земли и свет миру. Ваша цель прославлять Бога на всяком месте. Ваша цель это не сезон или должность. Кто-то из вас потерял близких, потеряв отца. Мама могла сказать, мой муж был целью моей жизни. Многие теряют цель, когда супруг умирает. Когда люди умирают или случается что-то еще, они теряют цель. Тот, кто умер, был смыслом всей жизни. Ваша цель это не люди. Ваша цель приносить славу Господу Богу в любом сезоне. Это не изменится. Это не зависит от вашей должности, окружения и от размера вашей зарплаты. Ваша цель вести людей к Богу. Зная это, вы всегда будете помнить, что вы во Христе. Возьмите с собой видение, потому что без видения народ Господа Бога погибнет. Возьмите видение. Итак, Аввакум сказал, даже если видение замедлит, то все равно ждите его. Помни о видении, оно помогает мне устоять. Помни о своем духовном статусе. Помни о нем. вы были усыновлены в Божью семью, и вам были даны все духовные блага. Вы сыновья и дочери Бога и царственное священство. Вы созданы во Христе на большие дела. Вы шедевр, вы созданы по Его образу, не позволяете никому кроме Бога определять, кто вы. Везде есть те, кто попытается изменить вас. Мир хочет прогнуть вас под себя. Этот мир запутывает людей, и они не знают, какого они пола. В мире так много путаницы, что люди говорят, «Я не знаю, кто я». Бог уже сказал вам, «Ты мое чудо». Вы созданы таким образом, что это заставляет вас удивляться и приводить в трепет. Поздравляю вас с выпуском. Надеюсь, проповедь подбодрила вас. Бог выпускает вас в новый сезон. Вы окончили класс, сделав все задания. Открывается новая глава вашей жизни, когда я размышляю о своем выпуске из школы и из колледжа, я радуюсь. Я хорошо потрудился и много чего испытал. У меня были взлеты и падения. Настало время перевернуть страницу. У вас были черные и белые полосы. Возможно, прошлый год жизни был худшим или лучшим. Когда мы доверяем Богу, Он ведет нас. Он не оставляет нас в одном классе. Он переводит нас из класса в класс, мы заканчиваем школу, а потом учимся в колледже. И все мы видим что-то новое от Бога. Мы учимся доверять Ему, а Он ведет нас в новые сезоны. Это сезон, где Он исполнит обещанное. это время окончания сезона. Поверьте в то, что прозвучало в проповеди. Скажи, Бог, спасибо тебе за помощь в прохождении теста и за окончание сезона. Я вступаю в новый сезон жизни. Для меня это будет лучшее время. Мы молимся за вас. И мы верим. Бог ведет вас за собой. Через этот выпуск Бог напомнит вам о том, что Он говорит с вами. У Него много сюрпризов для вас. Смотрите нас. Зайдите на наш сайт и помните о том, что вы кладете в рюкзак, потому что Он будет с вами всегда. И помните о том, что ваш лучший день впереди. Редактор субтитров Корректор